В России уже середина лета, ну а в Государственной Думе только закончилась весна, вернее, так называемая Думская весна. Накануне депутаты ушли в академический отпуск. О самых важных моментах работы парламентариев в этом сезоне и о том, как они отразятся на жизни республики, рассказала Алена Аршинова на встрече с представителями средств массовой информации. Прошедший политический сезон становится этапом фундаментальных перемен, одинаково важных и для всего общества, и для государства, и для парламента. Так отозвался о весенней сессии Госдумы ее спикер Сергей Нарышкин. Действительно, в нынешнем политическом сезоне депутаты приняли целый ряд громких законопроектов. К примеру, неторопливым россиянам продлили сроки возможности приватизации жилья. А из осенней сессии в весеннюю перекочевала борьба парламентариев с пьянством за рулем. Пожалуй, больше всего шуму наделала так называемая нулевое промилле. Отход от нулевого промилле, он стал очень таким болезненным. Вы знаете, что допустимая норма – это 0,16 мг. Поэтому очень дискуссионная тема, потому что в свое время и я была сторонником нулевого промилле. Но с другой стороны, мы и защищаем тех, кто в силу природных физических свойств имеет некоторое содержание спирта в крови. Кроме того, некоторые лекарства дают некоторый миллиграмм в крови. Позаботились парламентарии о здоровье нации. Так весенняя сессия нанесла серьезный удар по курильщикам. Депутаты ввели ряд запретов как на само курение, так и на его пропаганду. Кстати, по словам Аршиновой, наш регион в этом вопросе заслужил отдельной похвалы. Я знаю, что Чувашская республика – одна из передовых регионов по борьбе как раз с проявлениями активности табачного бизнеса. И я очень рада этому. Есть статистика, есть доказанные научные исследования, которые подтверждают, что буквально в ближайшие 3-5 лет мы заметим падающую статистику появления таких заболеваний у наших детей. И в ближайшее время, я думаю, что как минимум на 15-20% эта статистика упадет, пойдет вниз. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Однако душевное здоровье и равновесие россиян парламентарии решили поддержать дополнительными мерами. Так, к примеру, оскорбление религиозных чувств верующих теперь может обойтись в 300 тысяч рублей или 3 года тюрьмы. За те же действия в местах обрядов нарушители могут отдать до 500 тысяч. Я также являюсь автором закона внесения изменений в статью 148 Уголовного кодекса и другие законодательные акты России в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и религиозных чувств наших граждан. Поэтому очень много обсуждений было, даже был какой-то момент, когда было ощущение, что, может быть, и не будет у нас поддержки в принятии этого закона. Но, тем не менее, мы его доработали. Отдельное направление работы – детские вопросы. Это и защита от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и вопроса усыновления. Так, одиноким гражданам стран, где однополые браки легализованы, русских детей решили не отдавать. А вот вопрос, куда отдавать детей, пока мама и папа на работе, для многих россиян остается пока открытым. Больше всего вопросов от представителей СМИ так или иначе касались детских садов. Впрочем, вопросы были по адресу. В мае 2013 года Алена Оршинова стала руководителем проекта «Детские сады детям». Сейчас мы на детский сад платим 1200 рублей. Полная стоимость в течение ребенка – 4500. И якобы сейчас тут информация, что вот эта дотация, которая доплачивалась, не знаю, с какого бюджета, она будет сниматься, и родители полную стоимость детского сада возьмут уже на свои плечи. Хотел знать официальную позицию, официальную информацию. Я объясню и причину, почему есть такие слухи. Значит, история такая, что изначально закон, который действует до 1 сентября об образовании 83-й, он включает в себя такое положение, что родители платят 20% от установленной суммы. Значит, на данный момент новый закон этого положения не содержит. И я так и думала, что будут некоторые переживания, и я внесла поправку в закон, который будет действовать. Но, к сожалению, мне не хватило голосов для того, чтобы это положение оставить. И я получила заверение, что это излишняя норма, и правительство не посчитало нужным ее включить, поскольку эта плата, которую сейчас вы платите в детском саду, она будет только индексироваться в связи с инфляцией, но ни в коем случае повышаться она не будет. Мы с этой платежкой пойдем с вами к министру образования Чувашской республики. Кстати, без особого внимания остался скандальный законопроект реформирования Российской академии наук. Вероятно, потому что его окончательное слушание депутаты перенесли на осень. Что ж, судя по всему, в следующей сессии парламентариев ждет много интересного. Ну а представителей СМИ явно будет повод встретиться с Аленой Аршиновой еще раз.